следующий этап теперь мы можем приступить уже к оформлению детали лица для оформления глаз мы будем использовать тени значит тени у нас имеет тоже определенную структуру это могут быть матовые тени это могут быть кремовые тени естественно что я использую только профессиональный продукт потому что немаловажно мне нужна опять же стойкость нужна интенсивность поэтому профессиональные тени они темно отличаются от потребительской косметики высокой стойкостью очень хорошей клеевой основой и естественно хорошей интенсивностью но определенные способы нанесения естественно профессиональный инструментарий позволяет этим теням и правильно то есть позволяет инструментарий правильно носить эти тени и распределять таким образом как мы задумали с вами какую-то интересную тематику перед началом нанесения теней я распределяю тональное средство на глазах но на совершенно тонким слоем покрыта и первый тон я использую самым светлым и наношу фиксирующими движениями на выступающую часть подвижного века центральную часть та часть глаз которая у нас освещена лучше всего для нанесения матовых теней мы можем использовать кисти с натуральным ворсом это может быть определенная структура кисти естественно что натуральный ворс или желательно чтобы это был соболь он обладает высокой эластичностью упругостью и такими фиксирующими движениями приминающими когда мы наносим тени они держатся очень и фиксируем область подвижного светляя даже такими движениями чередуя фиксацию и раздушевку кремовые тени обычно использую для каких-то шоу показов для фотосессии тематические показы может быть съемка с использованием воды матовые тени во всех других структурах следующий этап это нанесение теней цветных в данном случае мы выбираем крой глазки у нас у Вероники такой красивый карий зеленый цвет глаз и соответственно этому цвету то есть карим глазам рекомендуется холодные оттенки это могут быть сиреневые фиолетовые цвет джинсы но я в данном случае выберу вот такую сиреневую сиренево-фиолетовую раму открываем смотрим прямо и первое что я делаю это рельефная схема я намечаю вторым тоном рельефную зону всегда идет проработка рельефной зоны при открытом глазе для этого мы можем использовать тени вернее кисти с круглой щитинкой затем идет проработка внешнего уголка значит растушевывать вы уже можете при закрытом глазе точно так же выполняется эта схема если вы решили сами себе сделать макияж мы должны помнить что именно при открытом глазе мы должны намечать рельефную зону затем я опять возвращаюсь к первому тону и смягчаю переход между первым и вторым тоннами прорабатываю нежный век я могу несколько раз возвращаться и насыщать до тех пор пока меня он не устроит и слегка захватывая предыдущий вторым тонн я смягчаю переход открываем и слегка захватывая предыдущий второй тонн Все.